Ну ты и валенок, скажем мы о человеке, совершившему какую-нибудь глупость. Это выражение появилось в нашем языке не случайно. Ведь долгое время сапоги из войлока на Руси считали самой доступной обувью. Что же может быть проще валенка, решили наши предки и придумали удивительно меткое и образное высказывание. Сейчас отношение к этому виду обуви изменилось. Войлочные сапожки стали чуть ли не экзотикой, и среди городских жителей вполне могут найтись люди, которые никогда их не носили или вовсе не видели. Так для всех желающих в историко-криеведческом музее прошло мероприятие, посвященное удивительной зимней обуви – валенке. Мы приглашали сегодня детей и их родителей для того, чтобы они узнали очень много нового и интересного про исконно русскую обувь – валенке. И сегодня уже наверху в зале гости, которые пришли сегодня к нам в музей, уже смогли узнать историю создания, кто первый вообще придумал такую обувь, откуда она пошла, есть ли у нас заводы по изготовлению валенок. Работники музея подготовили для гостей целый фильм про историю валенок. Но это не всё. Во втором блоке мероприятия была произведена экскурсия по музеям. Участники поближе познакомились с различными предметами, предназначенными для изготовления зимней обуви. А вот самое интересное было отложено напоследок. Родителям и детям было предложено совместными усилиями изготовить сувенирный валенок. И родители, которые будут приходить к нам, узнали про музей, узнали про какие-то предметы, которые находятся в фондах нашего музея, которые не только в экспозиции находятся, но и в фондах. И для того, чтобы объединить детей и родителей. То есть в совместной творческой деятельности дети и родители становятся ближе, проявляются какие-то лучшие качества тех и других. По словам участников мероприятия, программа получилась очень насыщенной и интересной. Родители отметили интересный подход организаторов к данной тематике. Ведь виртуальный мир захватывает нас и наших детей. Дети в любом случае, пока они дома сидят за теми же планшетами, компьютерами, мультиками, ну не то. То есть вот так, когда они своими руками что-то делают, намного лучше. И для развития любого, пусть моторика, пусть еще что-то. То есть такие более активные детки будут. Мы вообще решили устроить сюрприз детям. Узнали неожиданно о том, что здесь будет проходить именно такое мероприятие. И вот приехали. Подобные мероприятия для горожан будут проводиться в течение всего года. Проект 52 выходных дня только набирает обороты. По словам организаторов, это только начало. Впереди для горожан приготовлено еще много интересного. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис».